друзья всем привет на связи максим петров я рад приветствовать вас на канале макс капитал посвященный развитию мышления инвесторов сегодня хотел бы поговорить на тему чтобы я сделал прямо сейчас если бы я был начинающим инвестором из чего бы непосредственно начинал часто приходится слышать от новичков что люди задаются следующими вопросами что купить что такое акция что такое облигация как инвестировать в валюту что лучше недвижимость или облигации как во всем этом разобраться обобщить этот круг вопросов то они касаются каких-то тактических решений то есть новички они говорят я не хочу в этом разбираться или хочу разобраться очень быстро до чтобы мне дали основы непосредственно и получается что запрос у абсолютного большинства людей запрос идет на понимание каких-то конкретных инструментов да то есть это может быть абсолютно любые инструменты кого-то привлекает сверхвысокая доходность инвестиции там в крипто активы кого-то привлекает недвижимость кого-то привлекает фондовый рынок кого-то привлекает собственный бизнес но в любом случае здесь возникает вопрос я всегда был сторонником того чтобы находиться на стороне клиентов определить стратегию то есть абсолютно большинство людей задается вопросами тактических действий но если говорить о том от моей практике моем собственном опыте я консультировал различных людей начиная там вот людей которые инвестировали там 30 50 тысяч рублей заканчивая людей которых инвестиционные портфели составляли порядка полутора-двух миллиардов рублей и в этом случае отличие одних от других заключается в том что люди которые имеют уже значительный капитал они задают совершенно другие вопросы и с ними более комфортно общаться потому что они знают куда они идут то есть у них есть определенная стратегия и у них есть четко обозначенные временные сроки у них есть четко обозначенные параметры доходности которые они хотят получить у них четко обозначены цели которые они непосредственно хотят достичь и поэтому когда мы задаемся вопросом с чего начать начать нужно с стратегии по-другому можно сказать личный финансовый план почему это важно потому что вы можете ну знаете есть такое понятие моделирование то есть в науке есть моделирование в математике есть моделирование финансах тоже есть моделирование то есть вы моделируете управление своими личными финансами с какой доходности они у вас работают в какой срок вы можете получить определенную доходность и самое главное каких целей вы хотите достичь и новичку начинать на мой взгляд если бы я это начинал прямо сейчас с теми знаниями которые я обладаю я бы во первых определил параметры сколько мне нужно денег то есть может быть покажется таким интересным вопросом я всегда людям об этом говорю вспоминая там золотого теленка ильфа и петрова когда 100 бендер встретился с шурой балагановым то он ему задал вопрос шура сколько вам нужно денег для счастья за полную 6 до 6400 и когда шура ему ответил что ему нужно там порядка пяти шести тысяч рублей в те времена то бендер сказал мне нужно как минимум 500 тысяч очень показательный пример потому что когда стоит цель заработать 500 тысяч рублей вопроса заниматься тем чем занимался шура балаганов ты не будешь тебе нужно найти определенного миллионера если стране с денежные знаки они в ней ходят значит есть люди у которых их достаточно много ну то есть смотрите в чем суть заключается когда человек поставил цель у тебя начинается декомпозиция то есть когда ты поставил себе цель что я хочу заработать а миллион долларов то в этом случае ты должен понимать как ты к этой цели непосредственно придешь хотя бы на бумаге сначала ты должен понимать почему это важно потому что когда люди интересуются тактическими действиями опять же я говорил какую криптовалюту лучше купить какую акцию купить какую облигацию какая доля этих инструментов должна быть в портфеле это в конечном счете тактические локальные решения и даже если вы будете в этих решениях правы и у вас все будет прекрасно получаться и вы найдете я не знаю канал на который вы будете подписаны или вы найдете человека который вам будет давать сигнал или доверительное управление суть не важно то вы не понимаете с какой стратегической целью он это делает и поэтому вы всегда будете вынуждены задаваться вопросом а что дальше окей купить доллары где-то услышали обоснование что нужно покупать доллары купили доллар и доллар вырос на 10 процентов окей что дальше вам это зачем знать поэтому я хочу привести пример на слайде есть и мы уже приводили этот пример и он взят из нлп пирамиду как она себя предпарцать что она из себя представляет то есть там есть тактические решения то место непосредственно видений поэтому начинает нужно обязательно сведему видению соответственно формируется каким образом это записать финансовые цели которых вы хотите достичь записать какую сумму вы хотите получать пассивному дохода со от своих собственных инвестиций после этого соответственно просчитать какая сумма капитала позволит вам достичь финансовых целей которые вы для себя определили и какая сумма финансового капитала позволит вам получать тот пассивный доход который вы хотите получить с учетом здесь же нужно опять таки учитывать еще и инфляцию да то есть которая разгоняется чтобы у вас была эффективная доходность когда у вас есть цели первая задача то есть вы понимаете к чему вы придете второй шаг это соответственно оценка здесь оценка того как вы можете к этому прийти вы можете прийти к этому быстро за счет двух путей первое это направлять больше денег на инвестиции а тогда вам нужно больше зарабатывать и здесь вы для себя поймете каким образом вам нужно развивать собственные знания навыки и умения чтобы просто элементарно увеличивать активный доход второе соответственно мы говорим о как быстрее достичь своих финансовых целей это более рисковые инвестиции соответственно можно зарабатывать на облигациях 5-10 процентов можно зарабатывать на акциях 10-20 процентов можно разрабатывать на производных ценных бумагах там от 30 до 300 процентов можно на криптовалюте там трейдингом зарабатывать еще более более крупные суммы но там пропорционально доходности растет риск и здесь в этом случае вы должны сами посмотреть на свой собственный личный финансовый план и смоделировать каких целей хотите достичь в определенном промежутке времени почему это важно потому что высокорисковые инвестиции они связаны с риском потери всей ли части инвестированные суммы в рисковых инвестициях бывают спады бывают просадки соответственно там есть очень высокий риск консервативных инструментах меньший риск но там соответственно меньшая доходность и получается когда мы определили цели то работая с инструментами доходности понимая какую норму доходности каждый из инструментов может принести когда вы придете к своим финансовым целям. Очень показательный пример из моей личной практики, когда я работал с одним партнером, и у него непосредственно он ставился перед собой целью прироста капитала на 100% каждый год. То есть увеличение в два раза. Вот капитал, который у него есть в начале года, через год должен быть в два раза больше. К чему это в итоге приводило? То есть вот у него был личный финансовый план, у него стояли такие цели, он хотел расти достаточно быстро. К чему мы в итоге пришли? Через три года. Через три года на протяжении трех лет подряд происходила следующая картина. Человек в начале года размещает 100% своего капитала в инструменты, которые обещают доходность 100%. Через год, через 12 месяцев половина размещенных денег полностью теряется. От слова совсем. То есть они невозвратные, потому что высокорисковые инвестиции. Другая половина с боями, с судами, с приставами, с обращением взыскания на имущество должника дают доходность 100%. Что мы в итоге получаем? Через 12 месяцев 50%, ну 50 рублей из 100 потеряно безвозвратно. Другие 50% с очень большими трудозатратными ресурсами, которые тоже требуют, кстати, денег на то, чтобы вернуть этот долг, приносят доходность 100%. То есть 50 рублей превратились еще, ну то есть в два раза увеличились. Но к концу года мы снова пришли со 100 рублями. И получается, ну мозг, он игнорирует потери, то есть достаточно быстро они забываются. И он считает, что капитал прирос на, ну в два раза. Хотя по факту прироста никакого не состоялось. На что я сказал, слушай, окей, а в чем необходимость такой скорости прироста капитала. Может быть снизим параметры риска до 30% годовых. Но увеличим горизонт инвестирования. То есть не через год, допустим, а через три года. И соответственно не влазить в всякий блуд, хайпы, пирамиды, еще что-то, да. А зарабатывать это более спокойно. Но гораздо меньше вероятностью потери основной суммы инвестированных средств. Как говорит Уоррен Баффет, первое правило инвестирования, никогда не теряйте уже заработанные деньги. Правило номер два, никогда не нарушайте правило номер один. Важным показателем вторым является это понимание, с какой доходностью вы можете работать. То есть тот капитал, который у вас есть, вот вы знаете, банковский депозит знаете, окей, вам это понятно. Акции, целевая норма доходности от 15 до 30%, если мы говорим про российский рынок ценных бумаг. Понимаете или не понимаете? Криптовалюта, разные нормы доходности и разные параметры риска, сколько можно потерять. Понимаете или не понимаете? Параметры риска, соответственно, там гораздо больше. То, что не произошло сейчас какой-то коррекции значительных потерь сумм, это не значит, что это не произойдет в будущем. После того, как определены цели, определен горизонт инвестирования, подбираются инструменты. То есть, также я с клиентами общаюсь. Если мы хотим условно миллион долларов, да, 70 миллионов рублей по текущему курсу ориентировочно. Сколько сейчас есть капитал на инвестиции? Вот прямо сейчас сколько можно вложить? 5 миллионов рублей. Окей, 70 миллионов через сколько мы хотим? И что в эти 70 миллионов, то есть как они распределяются? Это пассивный доход, это покупка какой-то недвижимости. Ну, то есть, согласно каким к целям прикрученный непосредственно капитал. И в этом случае получается, что у вас есть три элемента личного финансового плана. Цели, сроки и ожидаемая норма доходности. И после этого вы можете сформировать сбалансированный портфель по заданным параметрам. Второй важный совет, который я дал бы сам себе сейчас, это планировать от видения. То есть, мы уже проговорили, да, непосредственно в НЛП, про пирамиду ДИЛСа. Почему это важно? Потому что часто приходится слышать, и мне в том числе, общаясь с клиентами, особенно у кого незначительный капитал, люди когда задают вопросы в качестве обратной связи на ежегодных вебинарах в проекте миллион долларов за 8 долларов в день, они часто задают вопросы, связанные с тем, что, а где мне это взять? Ну, то есть, кого-то вызывает сложность, и здесь я хочу быть понят правильно, да, я уважаю людей, но просто сложилась так жизненная ситуация, что даже 100 долларов найти в месяц на инвестиции, для кого-то это действительно тяжело. Почему бывает тяжело, как правило? Почему бывает сложно найти денежные средства на инвестиции? Потому что планирование идет от ресурсов. Что это значит? Это значит, что вы составили лично финансовый план, определили свои финансовые цели, они у вас отзываются, вы действительно хотите их достичь, они вас непосредственно зажигают. Но после этого происходит некое появление в голове вопрос «как?». То есть, не вопрос «что я хочу?», а начинает возникать вопрос «как?». Как я это сделаю? Как я к этому приду?». И очень часто, когда задаются вопросы «как?», на этом мозг залипает. То есть, человек постоянно залипает на вопросе «как?». Хочу миллион долларов «как?». Что в этот миллион долларов подразумевает, да, то есть, что в него входит? Какой финансовый поток вы хотите с этого миллиона долларов получить? Вы говорите «хочу иметь пассивный денежный поток 10 тысяч долларов в месяц». Хорошая классная история. Максим, я с тобой, я придерживаюсь. Вопрос возникает «как?». И вопрос «как?», он в итоге упирается на ресурсы. Что это значит на ресурсы? Это значит, что, имея текущий уровень дохода, вы начинаете простраивать некую такую, ну, линейную формулу, да, то есть, вот, у меня есть личный финансовый план, вкладывать я буду непосредственно 70% в акции, 30% в облигации, и в акциях, там, из этих 70%, 5% я вложу в криптовалюту, вот такой вот у меня будет непосредственный инвестиционный портфель. И потом возникают вопросы постоянные «как?», да, то есть, каким образом вы осуществляете планирование? Планирование от ресурсов или планирование от видео? Просто приведу простой пример. Что такое планирование от ресурсов? Когда человек говорит «у меня такое образование, у меня такая зарплата, я получаю столько, расходы у меня такие». Соответственно, выделить на инвестиции я могу непосредственно столько. В среднем у меня зарплата растет, я не знаю, на 5% в год. Соответственно, через год я буду зарабатывать на 5% больше, через два года еще буду больше. То есть, получается некая такая линейный заброс вперед. Что я буду иметь, если я буду определенным образом распоряжаться своими доходами, управлять расходами, какая у меня будет так называемая дельта на инвестиции, оставшийся располагаемый доход, который я буду направлять на инвестиции. И в этом случае он говорит «да, мне, может быть, и хотелось бы иметь 1 миллион, но для меня это нереально, для меня это невозможно. Я живу в региональном городе, я живу в районном центре, у нас зарплата там максимум 30 тысяч рублей или 50 тысяч рублей, а средняя зарплата 10-15 тысяч рублей, о каких инвестициях вы, в принципе, говорите». И это вот планирование от ресурсов. Вы смотрите, где вы находитесь сейчас, какими ресурсами располагаете, исходя из этого, соответственно, выстраиваете некий проджог в будущее, каким образом у вас будут расти доходы. Это первый вариант. Второй вариант, когда вы говорите, что вы конкретно хотите, то есть, в какой жизни вы хотите есть, сколько раз в год вы хотите путешествовать, сколько стоят эти поездки, в каких автомобилях вы хотите ездить, сколько детей вы хотите иметь, в какой квартире вы хотите жить, в каком доме вы непосредственно хотите жить. И в этом случае, когда вот это вот вы перебрали, собрали, соответственно, все свои желания определенные и сказали «это стоит 500 миллионов». И вот после этого начинается так называемая декомпозиция. Если я хочу через 10 лет 500 миллионов рублей, то что в этом случае я должен делать? А сейчас у меня активов на миллион рублей. То есть, что мне нужно для этого делать? Эффективно инвестировать, не терять уже заработанные деньги, увеличивать активный доход. Потому что, если вы это осознаете, когда вы к этому непосредственно приходите, вы понимаете простую вещь. Вам нужно зарабатывать больше, вам нужно увеличивать активный доход. И в этом случае тогда у вас не будет стоять вопрос, доллары вам купить, акции вам купить или еще что-то купить. Вы пойдете и будете в первую очередь увеличивать активный доход. И в этом случае вы будете приходить к работодателю. Как я могу больше зарабатывать? Если вам работодатель говорит, ну, на меня ты больше зарабатывать не будешь, ограниченный карьерный рост, то в этом случае собственный бизнес может быть открыть. Может быть франшизу какую-то купить, которой уже проверенный бизнес. Кредит для этого взять. Собственный бизнес непосредственно открыть. То есть, увеличивать знания, навыки и умения для того, чтобы увеличивать сумму активного дохода. Очень важный момент, второй пункт, связанный с тем, что планировать или от ресурсов, или от видения. Люди, которые добиваются значительных успехов, как раз-таки это те люди, которые планируют от видения. Я приведу здесь собственный пример, что когда возникает вопрос, каким образом я могу сделать так, чтобы у меня был активный доход 4-5 миллионов рублей в месяц, то, соответственно, мозг на этом фокусируется. И я не цепляюсь к вопросу о том, какой у меня уровень текущего дохода. Потому что моя первая заработная плата составляла 2000 рублей. В конверте, без каких-либо налогов, минимальный размер оплаты труда был 1000 рублей, из которого отчисляли социальные взносы, и все налоги платились. И еще 1000 рублей было сверху. Это 2003 год. Это не какое-то престижное образование непосредственно базовое было. Но, тем не менее, я очень благодарен моему работодателю, компании «Тройка диалог», в которой я пришел работать в 2005 году, потому что там на собеседовании, когда я туда непосредственно проходил, то есть, чтобы тебя приняли на работу, нужно было пройти собеседование с 8 как минимум людьми. Это и по иерархии вверх, да, то есть, директор, руководитель региональной сети, руководитель, соответственно, по работе с физическими лицами, так и по вертикали, то есть, с кем я буду работать с бэк-офисом, с трейдерами, с аналитиками, с бухгалтерией. Соответственно, если половина из этих людей, из 8 человек, 4 человека, мне задали вопрос, с кем ты себя видишь через 10 лет. И это очень важный вопрос, который как раз-таки привел меня к тому, что мне этот вопрос задавали периодически, после этого я сам стал руководителем и тоже с этих позиций набирал сотрудников. И поэтому получается, что вот у меня мышление, огромная благодарность, я всегда об этом говорю, компании «Тройка диалог», когда я был еще неопытным человеком, мне было всего лишь 24 года, когда вот именно в первые 2-3 года значительно расширилось мышление, потому что вся компания, все бизнес-проекты компании, они строились, исходя из видений, то есть, что мы хотим построить через 10 лет, что мы хотим построить через 20 лет. И этим была пропитана вся корпоративная культура компании. И поэтому для меня это послужило хорошим толчком, что человек, который имел заработную плату 2000 рублей в 2003 году, когда уходил с наемной работы, зарплата у меня была с учетом бонусом порядка 300-400 тысяч рублей. Но после этого был следующий шаг, то есть, более высокий – это создание собственного бизнеса. Поэтому это второй важный момент, который нужно учитывать, как вы планируете, от ресурсов или от видений. И задайте себе вопрос, кем вы себя видите через 10-20 лет. В продолжение данной тематики можно сделать такое упражнение. Я настоятельно советую это сделать упражнение людям, активным подписчикам моего канала, то есть, статистика показывает, что у нас возраст человека, который смотрит непосредственно наш канал – это от 25 до 45 лет. И сделайте очень хорошее упражнение, которое в свое время, наверное, лет 5 назад очень сильно лично мне помогло. Как раз таки перейти на планирование от ресурсов к планированию от видений. В комфортной обстановке сядьте сами собой и будьте честными. Отмотайте 5 лет назад и посмотрите, что произошло за эти 5 лет лично с вами, с вашими доходами, с вашим окружением, с вашей семьей. В первую очередь про состояние здоровья, про детей появились или не появились, про родителей. Они в любом случае стареют. И посмотрите, соответственно, как изменилось ваше материальное положение. То есть, насколько в среднем увеличился ваш капитал. Какими активами вы непосредственно обрастали. Как вы тратили денежные средства. И что, соответственно, произошло за эти 5 лет. То есть, отмотав 5 лет назад. После этого, сохраняя темпы прироста вашего благосостояния, темпы роста семьи, темпы, может быть, в том числе, это тоже наша реальность, родители стареют, им тоже нужно помогать. То есть, пройдет еще 5 лет. Вот как изменится ваше благосостояние еще за 5 лет. И наложите это на тот финансовый план, который вы для себя составили. То есть, какой уровень пассивного дохода вы хотите иметь. Какие материальные блага хотите приобрести. И насколько в этом случае вы продвигаетесь к достижению этих целей. И попробуйте переменить видение. То есть, а что я должен сделать? Какую дополнительную ценность я должен создать в этом мире, для того, чтобы получать активный доход, достаточный для достижения моих личных финансовых целей. Третье, соответственно, что можно было бы сделать, это подписаться на канал, канал MaxCapital, щелкнуть колокольчик, чтобы получать уведомления на выходе новых видео. Потому что как раз-таки здесь мы развиваем инвесторское мышление. То есть, в первую очередь, деньги создаются, приумножаются с развитием навыков и умений. Хотите вы этого или нет. В любом случае требуются какие-то тактические решения, требуются какие-то определенные лайфхаки, требуется сократить транзакционные сдержки при формировании инвестиционного портфеля. Очень важным моментом является управление эмоциональным состоянием. Потому что, когда люди начинают идти от консервативных инструментов к более агрессивным, к более доходным инструментам, это связано с более высокими рисками. И когда эти риски реализуются, то происходят определенные эмоциональные срывы, связанные с тем, что неприятие убытков, я не знаю, попытка борьбы с рынком, идти против рынка, страх купить, страх продать. Соответственно, эмоциональная составляющая тоже имеет очень важную составляющую в успешных инвестициях. И поэтому получается количество ошибок, которые совершают инвесторов, большое. И от этого капитал теряется. Чтобы этого не было, являясь новичком, развивайте вот эти вот навыки психологической устойчивости, в том числе, когда вы понимаете, что да, вы идете в риск, и вы принимаете вероятность того, что ваши активы могут падать, но долгосрочно вы понимаете, что этот риск управляемый, и у вас есть конкретное понимание, каким образом этими рыночными рисками управлять. Обо всем об этом мы как раз говорим на нашем канале. И четвертое. Если вы определили стратегию, вы определились с личным финансовым планом, вы определились с горизонтом инвестирования, вы определились с параметрами риска профиля своего собственного, то какие конкретные шаги нужно сделать? Три вещи, которые позволят вот именно соблюдать правила, про которые говорит Уоррен Баффетт, никогда не терять уже заработанный капитал. Первое. Снижать транзакционные издержки. Транзакционные издержки – это издержки, которые вы несете, когда размещаете свои средства в инвестиционные инструменты. Сколько стоит хранение, сколько стоит покупка, когда берется комиссия. Если используете заемный капитал, сколько стоит использование заемного капитала. Налоги, которые вы непосредственно платите. Инфляция тоже относится к факторам транзакционных издержек. Поэтому нужно учитывать именно вот эти вот пять параметров и стараться их минимизировать. Почему это важно? Потому что, когда вы являетесь начинающим инвестором и еще не очень разбираетесь, и вас пугают сложные какие-то торговые программы, торговые терминалы. Вас пугают непонятные термины, которые используют большинство людей, которые в теме, даже мне периодически прилетают комментарии, что все интересно, но непонятно. И получается, когда вам еще это непонятно, то вам хочется, то есть энтузиазма много, желания много, но непонятно, и возникает определенный страх и неуверенность. И на этом играют брокеры. Потому что, когда вы являетесь начинающим инвестором, то в этом случае получается, что для вас очень высокие комиссии. Депозитарные комиссии у большинства брокеров, если у вас небольшой счет до 50 тысяч рублей. Значительные комиссии, если вы боитесь самостоятельно торговать и покупаете, допустим, паевые инвестиционные фонды, то в рамках паевых фондов очень высокие комиссии на управление. Есть комиссии на хранение ценных бумаг, есть оборотная комиссия. И поэтому даже есть отдельные брокеры, которые на этом играют. То есть они создают удобный интерфейс, который не отпугивает сразу себя. То есть вот, условно, откроем приложение известного банка, не будем называть конкретные имена, и там все понятно, там страха никакого нет. Вот есть акция, вот кнопочка купить, вот кнопочка продать. Все, сложного ничего нет. И у другого брокера ты открываешь торговый терминал КВИК, где выпадает куча окон, все, человек оказался на незнакомой территории, не понимает, что непосредственно делать, даже не может найти акцию, каким образом ее непосредственно найти. Но в первом случае брокерская комиссия в три раза выше, чем комиссия во втором случае. И здесь получается, возвращаясь к видению, когда вы понимаете, что вы будете инвестировать, что вам нужно покупать акции, вам нужно покупать облигации, у вас не будет стоять вопрос разбираться в торговом терминале или не разбираться, вы возьмете и разберетесь, скачаете мануал и разберетесь. Потому что в ином случае вы попадаете в ловушку удобного юзабилити, но при этом понимаете, что значительная часть ваших издержек, дополнительных издержек, будет браться брокером, потому что он для вас это непосредственно решил. А когда капитал еще не очень большой, вот эти транзакционные издержки, они просто губительный характер носят. То есть с портфелем до 10 тысяч рублей на российском рынке они могут составлять до 10-15% от всего портфеля. То есть размер таких издержек может составлять. Поэтому первое, снижайте транзакционные издержки. Второе, это соблюдение баланса. Соблюдение баланса связано с тем, что это подразумевает, очень часто новички, особенно в погоне за высокой прибыли, они выбирают для себя очень рисковые инструменты. Они вообще не смотрят для себя консервативные инструменты. Они не держат наличные денежные средства. И они бывают, как правило, очень сильно проинвестированы и даже используют заемный капитал, потому что хотят получить высокую прибыль. И в принципе на рынок люди приходят для того, чтобы получать более высокую прибыль, чем, допустим, от того же самого банковского депозита. И это тоже играет злую шутку по той простой причине, что в рисковых активах присутствует риск. И не один риск. Этих рисков очень много. И политический, и экономический риск брокера, риск эмитента. То есть рисков очень много. Когда, в какой момент этот риск реализуется, никто не знает. Но когда он реализовывается, то в этом случае активы начинают падать в цене, а у тебя нет капитала для того, чтобы удерживать позицию, у тебя нет капитала для того, чтобы обслуживать текущие траты, ты хотел заработать от инвестиций. У тебя нет капитала, чтобы в период распродаж купить активы, которые подешевели в цене. И поэтому получается второе, это обязательно соблюдать диверсификацию. Стандартный подход. Доля консервативных инструментов в вашем инвестиционном портфеле должна быть столько, сколько вам непосредственно лет. То есть если вы начинаете в 30, 30% ваших инвестиций должно быть в консервативных инструментах. 40 лет, значит 40%. Тогда вы будете чувствовать себя более комфортно и делаете очень много ошибок на падающем рынке. Третье, что стоит упомянуть для начинающих инвесторов, это приводите всегда свой портфель к вот этому балансу. Сколько лет, столько консервативных инструментов. Что это значит? Если вам 30 лет, то у вас 30% консервативных инструментов, 70% агрессивных инструментов. Год удачный, год успешный. Рисковые инструменты очень сильно выросли в цене. Через год доля агрессивных инструментов будет больше, потому что они сильно выросли. То есть доля консервативных инструментов снизится. Она достигнет, допустим, на 20%. Что вы в этом случае делаете? Вы агрессивные инструменты, доля которых увеличилась, продаете, докупаете консервативные инструменты. Обратная история. Коллапс, Армагеддон, повышают процентные ставки, растет инфляция, экономика падает, все акции начинают валиться в цене. В этом случае через 12 месяцев что произойдет? Доля акций сократится, там до 60-50%. Облигации, так как они менее волатильны, станет больше. Что вы в этом случае делаете? Опять-таки делайте ребалансировку из облигаций, из консервативных инструментов. Перекладывайтесь в агрессивные. Делайте это один раз в год хотя бы. Соблюдайте вот эту вот пропорцию. Потому что соблюдение простой пропорции, соблюдение простого этого правила приведет к тому, что вы всегда, поверьте мне, из моей практики, из моего опыта, вы всегда будете поступать так, как говорил Рокфеллер. Как говорил Рокфеллер, покупайте дешево, продавайте дорого, то в результате вот этого вот системы, вот этого правила, приведения своего портфеля к значению доли консервативных инструментов как раз-таки позволит вам автоматически решать эту задачу, когда вы будете покупать дешевые активы, продавать дорогие активы. Вне зависимости от того, что вам говорят по РБК, что вы читаете в каналах Телеграм, об инвестициях, что вы смотрите на различных шоу в Ютубе, на различных каналах в Ютубе, вы не будете слушать аналитики, вы просто будете покупать то, что дешево, продавать то, что дорого. Автоматически. И это позволит минимизировать большое количество эмоциональных потерь, ну, то есть потерь, вызванных эмоциональным состоянием. Третье, о чем хочется сказать, это использование налоговых льгот. То есть, если вы являетесь начинающим инвестором, если у вас есть официальная заработная плата, даже если у вас нет официальной заработной платы, обязательно начинайте работу, если мы говорим про фондовый рынок, про покупку акций или облигаций, и даже валюту, начните с индивидуального инвестиционного счета, потому что индивидуальный инвестиционный счет позволяет получить налоговые льготы. Есть различные типы налоговых льгот, сейчас не стоит задача рассказать, что такое ИИС, просто вы можете значительно сэкономить на налогах, если вы являетесь новичком. В любом случае, прямо сейчас немедленно открывайте индивидуальный инвестиционный счет, потому что отсчет срока, когда можно воспользоваться налоговой льготой, начинается с момента открытия индивидуального инвестиционного счета. То есть он у вас может быть даже нулевой, но при этом отсчет уже непосредственно начнется. Везде, где можно использовать налоговые льготы, какие налоговые льготы можно использовать на фондовом рынке, то есть это индивидуальный инвестиционный счет. Второй популярный достаточно инструмент, это владение ценной бумагой более трех лет. То есть если вы ценной бумагой владеете, акцией владеете более трех лет и ты через 3 года ее продаете, то, соответственно, освобождаетесь. Полученная прибыль освобождается от уплаты подоходного налога на доход физического лица. Используйте с очень важной оговоркой, что средства, которые вы инвестируете, они должны инвестироваться более чем на 3 года. По одной простой причине, что если вам понадобятся денежные средства, если это какие-то ликвидные инструменты, и вы хотите по-быстрому заработать в течение года-двух лет, то для вас в этом случае индивидуальный инвестиционный счет не подходит, потому что вы потеряете налоговую льготу, если продадите ранее. Это тоже хорошая история, которую стоит использовать. Соответственно, резюмируя данное видео, базовые вещи, которые необходимо знать начинающему инвестору. В качестве эксперимента я бы вам предложить сделать тестовый портфель. То есть у нас есть сервис сезонного портфеля, в котором как раз-таки автоматически настроен сервис ребалансировки, который настроен для российского инвестора, который может эти инструменты покупать через индивидуальный инвестиционный счет. Покупка сразу диверсифицированного портфеля, ценных бумаг, согласно вашего возраста, портфель вам автоматически рассчитывает, какова должна быть доля консервативных инструментов, какова должна быть доля агрессивных инструментов. То есть просто вы можете для себя подписаться на данный сервис, получить его абсолютно бесплатно, бесплатно, и реальных сделок можете не совершать. Вы можете в этом сервисе ввести виртуальный портфель и посмотреть, каким он образом работает. И важно понимать, что здесь не стоит задача заработать больше рынка, здесь не стоит задача получить какую-то сверхвысокую доходность. Здесь стоит задача приумножать свой капитал как минимум в два раза выше уровня инфляции. Посмотрите, как работает этот портфель, как он работает в рублях, как он работает в валюте, и просто начните первые шаги с очень понятного, простого инструмента. По ссылке в описании к данному видео вы можете получить доступ к данному сервису. Итак, друзья, резюмируем. Если бы я сейчас сформировал собственные инфляционные портфели, то с чего бы я непосредственно начал? Это вопрос планирования. То есть я бы посмотрел назад пять лет, посмотрел вперед пять лет, понял бы, что меня не устраивают те темпы роста, или наоборот устраивают те темпы роста, которые я непосредственно получаю. Второе, я бы сформировал конкретно видение, каких финансовых целей на каком горизонте времени я могу достичь. Я бы определил риск, на который я готов пойти, для того, чтобы достичь этих финансовых целей. Я бы отбраковал какие-то сверхрисковые инструменты, которые дают доходность более 40-50%, потому что для новичка это опасно. И он попадает в ситуацию, как я говорю, если вы не видите риск, это не значит, что его нет. При этом доходность более 40-50% это очевидный риск, где люди не видят, где этот риск находится. Когда вы этого не понимаете, и происходит событие, вызвавшее этот риск, или этот риск реализовывается, у вас нет даже плана Б, как вы на него будете реагировать. А такое происходит достаточно часто, с вероятностью 50%. Поэтому избегайте. Следующее, что бы я сделал, это осуществил бы диверсификацию активов по консервативным инструментам и агрессивным, при этом доля консервативных инструментов столько, сколько мне лет. Возможно, воспользовался сервисом всесезонного портфеля и в тестовом режиме формировал бы себе портфель прямо сейчас. Прямо сейчас бы открыл брокерский счет. Прямо сейчас я бы изучил тарифы брокера, сколько у них составляют комиссии, в первую очередь оборотная комиссия, депозитарная комиссия. И именно у такого брокера открыл индивидуальный инвестиционный счет. И начал бы пополнять его деньгами, с тем, чтобы снизить издержки на управление, как я уже говорил, и покупать индексные паевые инвестиционные фонды, которые вы можете увидеть в сервисе всесезонного портфеля. Там используются инструменты линейки Финнекс. Это индексные фонды, это ETF. О них мы поговорим отдельно, что такое ETF и индексные фонды. Поэтому подписывайтесь на канал, для того, чтобы получить уведомление о выходе данного видео. Друзья, напишите в комментариях, что бы вы посоветовали сами себе, в начале пути вас, как инвестора. Потому что нас смотрят разные люди, нас смотрят продвинутые уже инвесторы, нас смотрят новички. И давайте мы сделаем такое доброе дело, что опытные, умудренные опытом люди посоветовали бы, с чего бы они непосредственно начали. Может быть, у вас есть собственное мнение по этому поводу, с чего начинать. И мы поможем именно новичкам, потому что их становится все больше, рынки становятся все дороже. И есть какие-то определенные лайфхаки, которые можно внедрить в реальную жизнь. Возможно, даже я сам воспользуюсь теми вещами, которые вы посоветуете. На этом у меня все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи.